У-у-у! Ну, наконец-то, геострелились! Так я потеряла свой телефон, а сегодня я потеряла свою камеру. Девочки, смотрите, с кем я познакомилась. Вы спрашиваете, кого я смотрю. Вот теперь я буду смотреть Варламова. У неё, девочки, внимание, 40 каналов. Девочки, 40 каналов. Один из популярных блогеров, играет, наигрывает. Я бы сломал блогера. Вау! Я тоже так хочу! Ну что, мои хорошие, отправляюсь я в Москву. Честно говоря, последние три дня эти были очень сложные, потому что, я так называю, это, знаете, палки в колеса. Все что-то в последний момент стало происходить. То есть задержка времени, нет интернета, битые файлы у меня, камера не снимает. Что еще было? Почта, в которую я пошла отправлять девочке, как раз перед отъездом, посылку, не работает. Пришлось ехать в другую почту. В общем, все как-то, знаете, не складывалось, ну как бы не то, что не складывалось, а не идеально складывалось с препятствиями. Но я все преодолела, все хорошо, а для меня это, в принципе, хороший знак в дорогу. Вот, если я преодолеваю препятствия. Вот, ну все, еду на поезде, потому что я люблю поезд. Взяла с собой книжечку, перечитать хочу. Скачала фильм. В общем, на вокзале. Взяла еще маленький чемодан, бля, я уже вытирала. Он у меня уже потертый такой весь. Офигеть, я так успешила, что даже этого не увидела. Это потертости все, офигеть. Короче, взяла маленький чемодан. И то, в чем я сейчас ездила, это самое, ну, вот, летнее. Там у меня в чемодане, там у меня в чемодане джинсы одни, вторые, джинсовка, футболки. Кстати, я ни одного свитера не взяла. Ничего с длинным рукавом не взяла. И кроссовки одни. Единственные, которые подходят под все. И все, полный чемодан. Ну что, я приехала лохматая. Забыла расческу. Все, сейчас еду к Любашке, привожу себя в порядок, пью кофе. Здесь нигде нормальный кофе я не найду. Ну, вы знаете, да, Макдональдс, либо свое. Я так спешила, что ни своего кофе вообще ничего не взяла. Надо будет покупать натуральный кофе. В общем, в торговом центре все это возьму. Сейчас, может быть, я окажусь в торговом центре Балакаламка. Поэтому, едем. Здесь, возможно, будет несколько, наверное, взгляд, и вас троим подкрыжится. Ну, так счастлива, но я уже выходил, к сожалению. Обожаю видео, засыпаю подник. Это самый лучший голос. Ну что, вот я и приехала первым делом к своей Любашке. Привет. Что, мы сзади поедем вместе или ты назад? Привет. Привет. Роман встречает нас. Сейчас меня отвезут на наши мероприятия. Нет. Москва, звенят колокола, Москва, золотые купола. Так, ну что, я иду по навигатору. Шесть минут мне до цели. Безумные пробки. Ехала на метро. Вот мой любимый Китай-город. Вот здесь, вот в этом проулке, находится моя клиника, где я делала свои люминиры уже, по-моему, более семи лет назад. Вот по этой улице. Вниз туда. Вот там слева клиника была. Не знаю, может, они переехали, но точно знаю, что у них еще одна клиника открылась. Китай-город, кстати, мне очень напоминает Европу. Такие улочки, узенькие дома красивые. Здесь я кушала, помню, когда ходила по этой клинике, постоянно тут где-то ела. Вот, видите, кафешки-то обожаю такие. Церквушек очень много разных красивых. Там проходили церковь справа, здесь вот еще что-то строится. Вон еще впереди Китай-город вообще один из самых красивых районов. Вот в черном идут люди. Как раз вот собор какой-то. Не знаю, честно говоря, не буду гадать. Так. У нас совсем чуть-чуть осталось, где-то тут поворот. Я, честно говоря, разоделась очень тепло. И джинсы одела, и кроссовки. Утром было холодно. Я прям оделась как надо. А сейчас я парюсь, реально. Погода хорошая, и вроде обещают неделю хорошей погоды в Москве. Все, я уже вижу по маленьким объявлениям, что мне сюда. Смотрите, какой красивый шлагбаум. Так. YouTube Space. Где-то там, походу. Вот я хочу себе такой дом. Я когда вижу, это... Ой, смотри, сколько всего. Сейчас я голодная, сейчас я поем. Ой, красиво. Большие окна. Все, как я люблю. Какие красивые раковины. Первый раз такие. Пришли сейчас в такую красивую аудиторию просто. С таким классным экраном. Сейчас нам будут лекции вещать. Что у нас за тема, напомни? Сейчас будет. Работа с иностранным контентом. А, работа с иностранным контентом. На английском заговорю скоро? Еще никого нет, мы первые тут. А потом занавес откроется и начнется шоу. Так, мне нравятся вот такие окна. Вообще. Вообще. Я прям вот смотрю, что я хочу такие окна себе домой. Я вообще, что красивое вижу, я сразу хочу к себе домой. Любой красивый вид, любой красивый интерьер. Хочу домой. Поэтому ваша задача узнать максимальную детальную четкую информацию о всех тех ребятах, о всей вашей аудитории, о том, что это каналы, и потом это правильно использовать в таргетировании. Потому что, ну, понятно, что есть просто фриланс, да, то есть разовые вещи. Это как бы, ну, они и есть разовые. А стремиться нужно к некоторому постоянству, а здесь определенные преимущества зарплаты есть. Я расскажу о том, чем я занимаюсь, и расскажу, как у меня это получается. Кто-нибудь подписан на мой канал? Да! Да! Для объективности, скажите, кто не подписан на мой канал? Ну, подожди, нет, хорошо, хорошо. Значит, во-первых, мне сегодня должно прибавиться... Давайте мы договоримся, что в конце все подпишутся на мой канал, потому что мне... Что это запрещенный прием? Подожди, тут я, можно сказать, готовил презентацию, выступление, а мне нужны подписчики. Как так? Все... Всем нужны подписчики. У тебя мало, что ли? Ну, если ты на всех подпишешься, взаимные лайки и подписчики. Ладно, хорошо. Ну, в общем, те, кто смотрел какие-нибудь мои ролики, они, может быть, что-то вам покажутся скучным, а те, кто не смотрел, может быть, даже подкажутся что-то интересное, ну, вы подпишетесь. О, да. На самом деле, началось все 2006 года. Я очень давно в интернете, когда я завел свой блог, тогда «Живой журнал», тогда, по-моему, еще не было YouTube. В каком году YouTube появился? В 2007. В версии... Версии... В общем, YouTube когда-то появился, и, в любом случае, когда он появился, на него никто особо не обращал внимания. Активно YouTube начал развиваться с 2010 года, а вот тогда, давным-давно, в 2006 году, когда был медленный интернет, когда все еще было так, не совсем так хорошо и красиво, как сегодня, я завел блог в «Живой журнале», потому что «Живой журнал» это была главная вообще российская платформа, где сидели там все блогеры, и тогда казалось, что другого мира особо не существует, потому что все были в «Живом журнале». Девочки, смотрите, с кем я познакомилась. Вы спрашиваете, кого я смотрю? Вот теперь я буду смотреть «Варламова», потому что у него очень крутой контент. Да, правильно. Передай что-нибудь моим девочкам. У меня женская аудитория. Женская? Да. Дорогие товарищи женщины, у меня мужская аудитория, приходите ко мне на канал. Там все равно интересно. Очень интересно. Девочки, короче, мы проголодались, и мы вообще здесь живем вот рядом, ходим рядом, и я решила Алену пригласить в пропаганду. Это место моей молодости. Уже все уши прожжжала. Все уши прожжжала, самый вкусный. Час я уже... Цезарь салат, да. Я надеюсь, есть места, и мы покушаем цезарь салат. Так, ну что нам принесли? Мой салат «Цезарь», которому я не прикасалась больше пяти лет. И сейчас я попробую обязательно. Вот, у Алены тоже. Да, огромные. Каперсы здесь уже, эти каперсы. Да? Они же так называются. Да. Здесь курочку всегда готовили сами, очень вкусно. У них свой соус, у них свои греночки. Короче, я очень хочу отпробовать, и потом скажу вам, как оно. Так же или нет? Ну, порции те же. Короче, ребята, все осталось так же, как есть. Если вы живете в Москве, вам очень грубо повезло, потому что вы можете сюда прийти и поесть этот невероятно вкусный салат. Я просто сейчас, как ты сказала это слово? Ностальжирую. Ностальгирую просто каждую секунду. Девочки, еще мы заказали классический мохито. Это тоже фирменный коктейль. Здесь его как-то по-особенному делали всегда. И я хочу попробовать. Вкусно! Давай, положи камеру там. Гуверант я хочу сделать. Ты умеешь? Я первый раз stories бумеранг делаю. Давай, на счет три. Давай, мы отсоединяем, давай. Вот так делаются stories бумеранги. Ну что, мои горошки, прошло время. Алена заказала кармонару, и мы заказали еще клубничный. Клубничный теперь. Надо вспомнить молодость. Давай, до нас. Сейчас скажут, что я проглот. Но это на самом деле так. Я люблю поесть. Ой, мама. Какой крепкий. Мне кажется, этот легче пьется, чем первый. Пьется легче, да. А вот пор. По крепости просто пипец. Привет, мои хорошие. День следующий, день второй. Мы с Аленой. Every day. Что я хотела сказать. Вчера я уснула, просто с ног просто свалилась. Поболтала вечерком с Любашкой, и все. И утром они меня отвезли опять на Pop-Up Space. Правильно говорю? Да. Вот. И мы уже прошли первую лекцию. Вот. Сейчас у нас пообедали, поели. Сейчас у нас есть времечко. Мы пойдем купим кое-что. Короче, расскажу в этом влоге, что мы запланировали с Аленкой. Прикольненькая. Вчера под мохито. Да. О кое-чем договорились. Сейчас думаю, вааа, зачем мы это сделали. Но уже уговоры дороже денег. Короче, будет весело. Расскажу. Сейчас мы идем в этом кое-что купить. Вот. И что еще? Ну все, сегодня прекрасный день. Жарко. Я вот в таком костюмчике первый раз его одела наконец-таки. Но все равно жарко, можно было бы не одевать. Ох, хорошая погода. Я привезла солнышко с Ростова. Да, все я. Так, и что еще хотел сказать? В общем, гуляем. А, и сегодня я еще в хостел уже регистрируюсь, и будет отдельное видео, либо оно уже на канале. Я не знаю, что первым я выложу. Короче, первый раз в хостеле. Вот такой, это все Аленка подвязала меня. Например, нужно быстро посмотреть какие-то вещи, чтобы вот я врага взгляд бросил и сразу понял, что происходит. Так, первый раз. Снимают что-то. Первый раз на балкончик вышла. Такой большой балкончик здесь. О, красота. Музычка. Один из популярных блогеров. Играет, наигрывает. Попса? Нет? Это Майкл Джексон. Ты еще и поешь. Тебе никогда не говорили, что ты на Ивангая похож? Не. Мне что-то напомнил. Ну, может быть, это, наверное, нормально. Ну, сыграешь что-нибудь? Что у тебя супер-бупер получается? Да ничего, я плохо играю. Плохо играю? Я вот так знаю. Что это, угадай? В трех нотах. Наверное, это было, а-ля что-то... Кузнечик. А, нет. А, ну, что это? Кузнечик, какого... Собачи вальс. Да, молодцы. Кузнечик. Музыка завесимый. У-у-у-у-у, музыка зависимый. Музыка зависимый. Музыка зависимый. клево короче девочки я нашла такой охренительный хостел мое любимое слово охренительный да я могу его заменить другими словами потрясающе превосходно завтра вдвоем идем с камерами бегать и будем вам все показывать мне свой так нравится это на самом деле интересно еще завтра пятница 13 мы устроим страшные истории короче отдельное видео как я первый раз пост или все подробности какой-то туалет ванна как мы спим удобства и неудобства все смотрите в отдельном видео в описании этого видео недалеко от нашего хостела мы нашли столовую сейчас мы в нее идем еще меня просили побольше снимать москву люди любят москву ну короче вот смотрите красивые дома вот я смотрю какой-то домик красивый такой вот сразу камеру включить вот там столовка вот написано смотрите съем слона завтрак обед ужин съем слона мы идем сюда все так колоритненько прям центрового в ароматку заходить вот это магазин ваще наверху есть хотим хотим как мило здесь так тут у нас я вижу разнообразные салатики гаспачо окрошка что-то я не хочу от я отвечу вечером не люблю первое есть с курить и 88 рублей 65 смотри сладенькая тут у нас блинчики с ветчиной сыра с вареной щеткой какие блин вот блины створные вот это вкусно мне кажется куча мальчиков пройти сейчас мы думаем думаем смотрите что я в итоге заказала на 400 а мне 70 написала на 430 я пробила потому что она мне посчитала и попросила половину половинку порции вот это этот суп такой а она мне пришла за целый еще такая уточнила мне половинка этого половинка этого десерт короче на 430 рублей компот вишневый три куска хлеба а я не помню она посчитала стояли нет кстати жвачку она посчитала конечно не учитал ручек а вот алена она взяла за 286 рублей да ален не за три тысячи макаронок сколько 1 3 что вчера так нормально поела сегодня чудо не стесняешь ты посмотри у меня вот это 1 2 десерт компот или доела я буду смотреть мне прям интересно я буду долго есть ты же будешь работать ну да ну все я буду есть приятно спасибо ну и чё вы думаете крошки съела я все я не знаю как она у нас съела прям все в шоке я еще мало того еще потом два блина еще куда и десерт доела все очень пустые тарелки плохо мне вы выкатились растря растряхиваю отправила я аленку к себе она пошла работать а сама занимаюсь поиском блин расчески девочки это оказалось большая проблема такой красивый пятачок чем я здесь за улице чудо улице чисто прудный бульвар красиво эти здания подсвечивается красиво сейчас зайду вот у вас букву вкуса расчетки короче вот 750 рублей я уже в 3 3 магазинах была в аптеках от 700 до степи от 750 рублей мне проще просто взять помыть голову в салоне короче я расстроена и просто в шоке я не знаю что делать сколько здесь салоне интересно помыть голову стоит и просто посушить наверное где-то 750 рублей какой смысл не покупать расческу за эти деньги это это самая расческа который мне не подходит так полторы стоит в расческе здесь так оживлено так классно время уже сколько пол восьмого темно но здесь очень живо аллилуйя аллилуйя ой про трос расческу купила ну вот такой вот но зато за 200 рублей понимаете расчесочка я ей хорошо посушу волосики сейчас по навигатору вот иду свой хостел осталось чуть-чуть хотя пишет 10 минут ну ладно так я счастлива 200 рублей это уже нормально это не 750 хотя у них были повыше у них по 500 рублей были расчески но вот это вот хорошо мне для фена все теперь спокойно иду домой уставшие ноги болят и как-то так хожу что у меня одна нога почему-то болит устала вот наслаждаюсь просто ходя по этим улочкам я наслаждаюсь есть так красивенько уютненько как в европе реально столько всяких кафешечек вот ни одной никак не где сидеть соленка у нас завтра вечеринка будет с поп-спейс не тубовской а вы смотрите какая прелесть вот там вот уютненькая какое-то местечко вас и какой-то домик да мне так нравится тут соку кальянных пиццерий всяких необычных кафе короче класс я прям я устала и хочу спать сейчас приду лягу начну смотреть вот повернула на улочку армянский переулок римская пицца среди как уютненько такой переулочку там коробки бар в уголочке такое все светится такое все мины такие дверцы классные короче красота лепота и здесь так оживленно что ну как бы даже не страшно вот ходить если честно вот когда темно ой там дома красиво светится вот так и сейчас пройду до конца переулка поверну налево и там же мой мой этот а нет еще поверну налево еще чуть прямо и уже пришла два дня просто шикарные правила честно говорю вам у меня какой-то подъем настроение новые идеи новые свершения погода просто нереально сейчас у нас кстати еще восемь часов даже через 10 минут начинается барбекю стоит всего 200 рублей это у них салата мясо будет на заднем дворе может я зайду посмотрю но есть уже не хочу объелась ну вот мы и пришли вот мой хостел перерин 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 а сейчас у нас проходит барбекю на заднем дворе тут собралась закрыть просто калитку и так тихонько обеспаливать пройду типа вон смотрите народу сколько этот пройду я не пошла потому что я это я не пошла потому что я устала нет гуляю по нашему балкончику короче в общем вот много англичан то можно практиковать английские в хостеле очень клёво жить поэтому один еще лайфхак по изучению языка английского говорю тихо паша я на телефоне доброе утро всем я проснулась вообще просто чисто встала там ну кое-что сделала по марафону и все иду за кофе я же не могу проснуться и мне сказали что рядом здесь с моим хостелом находится какой-то серфер кофе делает вкусное кофе сейчас я его куплю проснусь и начну уже вам снимать видео которое уже под этим влогом будет это я сниму вам свой хостел полностью вот зашла за угол и сразу серф кофе ну посмотрим что они нам приготовить все крошки мои я собралась вот так я пойду сегодня на вечеринку на сегодняшние лекции дневные я уже выхожу все увидимся позже в общем чтобы составить полную картину это надо смотреть и мой влог и отдельно как там постели вот и говорю здесь во влоге четыре минуты и я уже на покровке была от моего а еще ну еще как бы показывает 8 9 минут это до моего места ну как-то я иду и мне кажется что это вообще так близко вот она уже за углом здесь поэтому вроде смотришь 13 минут идти до моего места пешочка вроде как далеко на самом деле это просто так спустился завернул по прямой дошел до своего местоположения еще какой-то момент я знаете скажу я хромаю почему хромая я не пойму я сейчас хожу очень много вот здесь по центру мне нравится ходить поход у меня какая-то неправильная походка потому что у меня нагрузка идет на одну ногу я не знаю что с этим делать напишите в комментариях сталкивался ли кто-нибудь с этим может быть есть какие-то люди которые что-то исправляют с ногами но мне явно походка ненормальная короче там и явно я хожу неправильно вот сейчас у меня болит нога что уж приходится прихрамывать она устала но какая-то нога я как-то так хожу что нагрузка на нее большая в общем я даже не знаю кому обращаться и что с этим делать и опять у меня ресница посреди глаза я ее прям вижу интересно видите ли вы под видео я оставлю ссылку на хостел в котором я была и там я прям описываю все плюсы и минусы хостела то есть я там была первый раз на самом деле боялась сюда заселяться но благодаря некоторым людям я все-таки заселилась и вообще не пожалела но есть свои конечно и минусы в этом но есть огромные плюсы поэтому обязательно пройдите по ссылке внизу под видео и посмотрите это отдельное видео про хостел там очень много лайфхаков и рекомендаций блин веду сейчас понимаю что я забыла в аптеку зайти такая наслаждаюсь видами всеми этими я хотела взять трафлю надо поискать может быть у меня в сумке валяется какой трафик но у меня с тобой только доктор мол у меня вот приболело горло произошло самое страшное я взяла вот такой вот красный салатик и случайно уронила на свои супер бело-голубые джинсики но салфетка эконом смарт помогла я быстро отодрала здесь вот такие вот разводы небольшие единственный мне сейчас вопрос останется ли вот такое пятно будем следить за этим вместе девочки я счастлива пятна нету супер лайфхак работает салфетки эконом рекламу девочки смотрите с кем я познакомилась на pop-up space это вера супер уникальный человек она меня пригласила на интервью в школу блогеров так что мы с ней сейчас будем снимать интервью расскажу вам еще об этой девочке я думаю в течение влога всего будешь то рассказать в общем эта девочка вера снимает у нас уроки да расскажи про свой канал что там снимать да у меня канал называется школа блогера и я снимаю уроки для людей которые хотят стать видеоблогерами какие-то лайфхаки секреты советы все-то те кто хочет снимать видео на youtube удивительно что я на самом деле профи в этом вопросе да можно сказать потому что ну выросла тоже есть свои ошибки но вера меня просто покорила потому что у нее девочки внимание 40 каналов девочки 40 каналов я могу сказать что она эксперт если провела две минуты просто и поняла что она знает намного больше чем я и сейчас пока мы общаемся здесь я очень много всего узнала ну и соответственно как просто но свою часть опыта передала на ее канал я ссылку оставлю на ее канал именно школе блогеров под видео но оттуда я думаю вы сможете узнать о многих ее каналов у тебя сколько каналов на английском языке 10 каналов 30 каналов на русском языке абсолютно разные тематики она психолог по образованию что что еще ну парк художник художник то есть один каждый канал отвечает за все свое и я вам скажу что эти каналы успешные успешные реально говорю потому что там ни один фолловер можно так сказать да вот поэтому я вам рекомендую познакомиться с ней ну а я все были ближе с ней спасибо большое я за такое замечательное представление но потому что ей за что все пока регулярном режиме я потом снимал фильмы по счастью у меня оставалась эта возможность выходить с фильмами правда не на нтв ну что совсем не хуже поскольку это был первый и потом да и стали выпускать книжки чего раньше у меня не было и выпустил 8 томов фильмов я снял что-нибудь думаю больше 150 серий даже не могу точно сказать девочки у нас короче уже закончили все лекции у нас уже вечеринка просто в разгаре и я уже пью винчик и решила вдруг сделать необычный маньяж вот и сейчас как сделать что-то мне необычное просто мазь и неоткуда смотрите прямо мне страшно не бойтесь это не навсегда мне это красиво я просила нормальный макияж что она не согласится говорит только в концепции мероприятия у нас нет сегодня нормальных макияжей она говорит только фрик макияж на оба да глазика делаем посмотрите да мне нравится давай на оба мне же нравится вообще не не искаженный я тоже . Sans dez Kani никого нет пока она снимает она делает только необычный макияж и по нем выберем из позже давай сейчас мы выберем выберем я привела вообще одного клиента смотри она делает очень вот такие вот необычные понимаешь но у тебя же классненько да у меня вот был один из этих а подбери мне что-нибудь что подходит моему образу давай я доверяю что-нибудь все-таки приблизительно выберем это сделаю друг не понравится и скажешь пошла я злой лучше таки давай вот что-то в стиле давай не белый давайте черную дичьи на платье но все смотрите на аленку до и потом я покажу аленку после и напишите как лучше поймае вино алена это айфон вот а мальчик ай алена раз-два-три вау одна сторона бриллиант другая женщина вам как ты себя чувствуешь теперь я чувствую что я наконец-то на вечеринке а мне послушала я чувствую себя на коне я все время слышу чувство и вот такой небольшой грядкой мы собрались на китай-городе заведение колбаса сейчас мы подслушаем все разговоры почти в основном большую часть контента я не выложил конечно я уже я напишу тебе переводи мне денег я не буду это укладывать а если я тебе скажу окея укладывали и что а вот это можно посмотреть ну ты это выложишь и по сути это увидят люди пойдем к следующему привет меня надо с левого боку брать у меня нос на ту сторону сломать у тебя есть рабочая сторона да нос сломан на футболе сломали нос вот блогеря например вот этот парень про тревел снимает да? какой тревел? я снимаю про туристические походы про трэш ну это тревел а туристические походы что-то на решение аленка снимает про тревел а вы ее уже знаете про поход про горные вышли вы друзья тынчик гордолы вы друзья вместе ходите? конечно мы друзья мы начнем фотошопить тебя и все поймут что это подарила Крип господи монт ты про что снимаешь? я взламываю бургера мне кажется он врёт ты про что снимаешь? это вообще его друг он тоже сейчас будет вряд Микки я снимаю обзор на бургеры смотри господи меня снимаются все в сторон сломывают каналы это самая популярная видеоблогер не простите самая популярная просто блогер она снимает сериалы она снимает сериалы нет это все по-настоящему ребята она снимает настоящие сериалы ну и Аленку вы знаете мы короче сидим и едим и пьем отдыхаем вот такой компанией из тысячных блогеров мы собрались ну что мои хорошие иду болтаю с любимым и хочу завершить сегодняшний влог надеюсь этот ветер не мешает я уже почти дошла до своего хостеса прекрасно провели время с ребятами и с девчатами узнала много нового и полезного вот все мы разошлись по домам а я еще вам не сказала на самом деле что в первый день когда нет во второй день когда я приехала я потеряла телефон это был супер шок вообще я думаю мой телефон на нем завязана вся моя жизнь оказалось меня любашечка моя подвозила и оставила у нее в машине я не знаю о чем я думала я была вся такая в эфирии и забыла у нее в машине телефон я не могла дозвониться на свой телефон мне никак не позвонить я переживаю что любимым будет переживать короче все будут переживать и в итоге Аленка говорит а ты напиши ей в соцсети я через Алену телефон написала ей в соцсети и она каким-то чудным образом она никому не отвечает но ответила на это посмотрела на заднее сиденье и говоритFTе так я потеряла свой телефон а сегодня я потеряла свою камеру помп kardeşim вот так хорошо мы веселились я теряла свою камеру в собственном рюкзаке то есть я посмотрела была в шоке говорю ребята хотите в шоке они говорят да хотим Я говорю потеряла свою камеру faults посмотри мы внимательно в своем рюкзак и она была там и говорю Алёна, просто гений Вот так я потеряла свой телефон и свою камеру Я надеюсь, что сейчас меня хорошо слышно Сегодня спокойной ночи, увидимся завтра Люблю, целую вас Всем доброе утро Лишний раз убеждаюсь, какое козырное место я отхватила Сейчас встаю, утром я простыла, у меня нос, горло все пылит Встаю и иду скорее за кофе И что-то перекусить в кофейне, в которой я вам говорила, очень круто Захожу, смотрю закрыто, думаю, что это фигня Смотрю, они по будням работают с 8, а по выходным они работают с 10 Я думаю, что делать, где теперь кофе брать Еще аптеку надо найти, но в принципе аптека должна быть много, но посмотрим И я такая буквально просто прохожу вниз Просто какая-то дверь, знак, значок Макдональдс И написано открыто, в каком-то отеле Думаю, да ну ладно, просто 50 метров прошло И здесь Макдональдс, который работает по выходным с утра Я заказала себе сейчас завтрак и кофе, срочно И я счастлива Доброе утро Я здорова с вами сегодня, я не помню, короче, я болею И я не помню, здоровалась я с вами или нет Сегодня прекрасное утро, все замечательно, но только я болею и погода сегодня не айс Мы уже прошли первую лекцию, уже четвертый день, да, мы здесь? А ленка со мной, да Я просто хотела поделиться, какие вкусняшки сегодня, вот знаете, казалось бы, ну простенького, да, яичка тут, помидорчик, ну это так вкусно Просто покажи, что оно яйцо внутри, вот оно не запекшееся Не все такие яйца, кстати Прикольно, да? У меня вот есть запекшееся, вот, видишь, в среднем вот проткни его, оно запекшееся Да, да, кстати И тем не менее, это не менее вкусно Вот Короче, я стараюсь как-то выздороветь, я пью вот, и у меня тут это тарафлю, колдрекс И эти лекции, я когда сижу на лекции, мне прям вообще кажется, температура поднимается, я не знаю, как это работает Типа всегда, когда учишься, знаешь, что-то спать хочется А вот вышла сейчас, оп, бодричком, пью, болтаю Вот Я уже так соскучилась за себе нулечкой, хочу скорее домой Только что посмотрела интервью свое, там, у школы блогеров Она спрашивала советы всякие по бьюти-блогу, там, по блогу Так что, кому интересны девочки, кто там собирается ставить, ну, можете послушать совет Очень спонтанное интервью, классное было, ссылка на канал школы блогеров будет под видео И на Аленку ссылка тоже будет под видео Я ем пока Да, увидимся Задумчиво Столько времени находится здесь вот эта стена, а я ее и даже не вижу Но мы должны оставить наш след, правда? Каким цветом? Ну, естественно, розовым А, ты тоже розовым? Что-то писали Творчество везде, творчество во всем Конечно А я решила выбрать лучик вот такой вот розового цвета, надо его сделать Дабы нам хватило только розового цвета Ну вот, смотрите, в итоге какой лучик, я нарисовала розовое, естественно, подписала, оставила свой отпечаток в этом творческом пространстве Люблю такие штуки У нас еще здесь вот такая стена была очень клевая, кстати Я здесь тоже сфоткалась в инстаграме О, это фольга А я думала, она твердая Блин, вот такое решение дизайнерское Красиво тоже Вообще здесь все очень красиво Очень красиво Очень Еще вот такие штуки есть Например Например Смотрите, какую классную бутылочку YouTube подарил мне Буду теперь с собой возить На самом деле, по поводу вертикал, какие на YouTube уже были пробы, Катя Адышки наша делала, Ларин делала клипы Это сложно смотреть, когда мало контакта Потому что, в принципе, ты смотришь все вот так вот на YouTube, а тут надо вот так вот смотреть Я смотрю мимо на YouTube уже вертикально Типа прям вертикально открываю Да, но они все равно не 1800 на 1920, а они такие квадратные, квадратные все равно Я заметила, что после лекции на меня нападает жор И я заказала бульончик куриный, потому что я болею, надо тепленького, горяченького Это у нас мимоза И это мини-чиобата А вот что заказала Алена Дофига всего А, это где говядина по-транцузски Ольве Щука Короче, красник живота Информация забирает очень много энергии, поэтому надо ее пополадить Всем привет! День следующий Крайний день нашего мероприятия Я простыла, ну, уже конкретно заболела Ну, лечусь хотя Здрасте Сейчас у нас там идет лекция, а я вот пришла выпить лекарства О, тут даже есть еще сачки Сачки есть Так, сейчас такие... О, какие-то плюшки, вкусняшки Сейчас я чаечек себе сделаю Ой, еще что-то вкусненькое У нас все время так вкусно здесь кормят Хотя мы поели, мы зашли в Макдональдсе, нормально поели Съела прям булку конкретно А вот это с грибочками, гляньте, какая прелесть Опа! Холодненькая Вот еще я взяла это на десертик В общем, мне все в инстаграме пишут, что у меня животик Что я беременна Ну, как бы я понимаю... Ну, я не беременная, как бы И я понимаю, что вы пишите, что у меня животик И я такая думаю, блин, неужели я жирная встала, мне нужно худеть И, в общем, ютуб, в общем, подготавливает для нас такую еду, как будто знают, что вы пишите мне в комментариях такое Поэтому я вот это вот ем и худею Все для вас Я не беременна, что ты знаешь Ну что, крошки, закончились все наши лекции И прощаемся с Аленкой Сейчас мы с ней в разные стороны поедем Она поедет тусить там куда-то со своими друзьями Я поеду встречаться с Любочкой Мероприятие наше закончилось Но мы с вами еще надолго не прощаемся Потому что мы с Аленой придумали прикольный видосик Ну, для того, чтобы разнообразить, что-то было веселенькое Мы, короче, решили снять отдельное видео и дать друг другу задания Задания все скрытые Три задания Сейчас мы перед вами обменяемся этими заданиями Алена для меня три задания сделала, а я для нее И в отдельных видео мы будем выполнять эти задания Поверьте мне, здесь есть такое задание, о котором вы давно ее просили И наконец-то, наконец-то она для вас это исполнит Что бы это могло быть? Там даже два таких Два мамочки Я надеюсь, что они не трешовые какие-то И мне не нужно будет прыгать с парашюта Это самое страшное Вот, все, будет отдельное видео, где я буду выполнять задания А Алена будет выполнять задания мои Ссылочку на Алену я оставлю под видео Так что вы можете уже проходить И чтобы не пропустить Потому что у меня пропустите, а у нее не пропустится Вот, все, Аленочка, мне приятно было с тобой провести эти дни Да, прям как родная уже Да Это будто 10 лет Но мы с тобой на связи Да Все Представляете, сейчас выхожу такая И гугл, гугл Выхожу и говорю, гугл, мне нужно метро, китай, город Как пройти? И тут мимо идет человек из нашей тусовки И говорит, пошли Она быстрее гугла просто Вообще, это, ну, супер, спасибо Так что я буду четко Четко, четко наеду сейчас Ну, конец Поехали Помчали Все, приветики Привет Ой, он спит, зайчик, маленький Зайка, вы че тут? Нормальные колени грязные Тусили, что ли? Нет Нет, вы не тусили? Нет А что делали? А мы утром поехали, домой заехали Все, шопиться И кто это? Кто у нас? Шопиться, поехали Доброе утро всем Мамуля приехала у нас А? Нет Да Привет Все, девочки мои Я приехала, короче Я счастлива Мы сейчас Деньку уже провожать в садик будем Поэтому надо его нацеловать Успеть наобнимать Давай вытрем ножку Он вообще, как-то вот, знаете Как взрослый все перенес Особо сильно не скучал, да? Иди сюда Ну-ка, иди сюда Ну-ка, иди сюда, моя жопа Мама А мама скучала больше, чем ты Все, мои хорошие Было приятно с вами провести время Вместе Увидимся в следующем влоге Пока-пока Да, чем мама занималась с Денькой здесь У нее, кстати, влог уже вышел Можете посмотреть Можетечиэм Видеть смmis Сilde Можете Сibel С ​​брагJason